Ну что, ребята, хотели узнать, кто такая настоящая инстасамка? Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и на протяжении всей истории мы сталкивались с моментами, когда человечеству становится стыдно за себя, когда мы уже не уверены в том, что человек царь природы, и что нам вообще есть место на этой земле. Последний раз такое было во времена Дианы Шурыгиной, но сейчас даже моя стойкая, крепкая вера в человечество пошатнулась, потому что я, друзья мои, узнал, кто такая инстасамка. Словно персонаж книг Лавкрафта, я уже тысячу раз пожалел, что заглянул в этот некрономикан, который написан на человеческой коже, кровью, безумным арабом Абдуллой Альхазредом, и я сошел с ума, и у меня нет выхода, кроме как поделиться с вами всем этим, потому что у меня нет денег на психотерапевта, а я уже готов нахуй вздернуться. Я надеюсь, что вы осилите этот ролик до конца, напишите что-то в комментах, вы знаете, я читаю все комментарии, это меня хоть немного подбодрит, потому что, честно говоря, вот за всю мою жизнь это первый момент, когда мне правда не хочется жить. С чего все началось? Все началось с того, что я смотрю канал Амирана Сардарова, это мой guilty pleasure, вы знаете, я... мне тяжело, я могу пить вино, я как будто жертва изнасилования, я обычно так не делаю, просто стараюсь, ну понимаете, люди переживают за меня, начинают, но я без вина не осилю, это правда, как рассказывать о собственном изнасиловании. Короче, я зашел на шоу Сардарова, где обычно бьют по ебальнику, посмотреть, как пельмень будет бить кому-то по ебальнику, ну, похохотать, и я наткнулся там на профайл новой супер популярной инстаблогерши, о которой я нихуя не знал, потому что я старый, блять, долбоеб, инстасамки. И сказать, что я охуел с этого профайла, это ничего не сказать, просто вот короткая версия. Я не буду перечислять, сколько я за кого платила, что я кому дарила, кому я с чем помогала. Я как бы не задумываюсь, конечно, о том, будет там мне хорошо думать или нет. Я, во-первых, обеспечиваю свою семью, начнем с того. Я в прошлом году ездила, покупала в детский дом к первому сентября очень много всего. Ездили, вот, кстати, 4 дня назад в приют собак, покупали корма. Я создала своей маме интернет-магазин. Помимо того, что я ездила в детский дом, я на протяжении года выкладывала очень много случаев, когда ДЦП, блять. Но мы собрали хорошую сумму денег. Я хотела дать своему младшему брату и своей младшей сестре все то, чего они могли дать мне. Я потеряла в первую очередь друга, которому я помогала, когда у него было шаром покати в холодильнике, которому я купила айфон. А, вы уже досмотрели. Короче, я написал в твиттер. Я не знал, кто такая инстасамка, что я просто увидел и написал, что это несколько, ну, по меньшей мере странно. Говорить одно и переобуваться, типа, через минуту. Ну, меня просто поразило, знаете, обычно-то видеоблогеры переобуваются, ну, там, через неделю, через месяц, когда им там дверь выбьют, блять, или ебальник разобьют. Но тут прям вот говорить одно и, типа, тут же говорить противоположное. Меня это возмутило, потому что, не поймите неправильно, я за благотворительность, но есть два типа благотворительности. Либо вы подаете, как бы, в темную, в тихую и просто надеетесь на то, что карма отобьется. Либо вы делаете из всего этого шоу, как там Джарахов и Ларин, типа, чтобы люди больше донатили. И тот и тот способ допустимы. Но какой способ, я считаю, недопустимым, это, типа, говорить, что вы подаете в тихую, не афишируете это, а потом кричать, типа, я подаю, я добрый человек, смотрите, то есть это самое натуральное фарисейство. Представьте, что к вам подходит какая-то бабушка, типа, ну, реально, то есть не какая-то там бомжиха или, а старенькая бабушка просит там мелок, не хватает на продукты. И вы такой, бабуль, ща, погоди, ща, 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 ща. Короче, записываю сторис, бабушки, вот, бабуль, держи, забирай. Я никогда не афиширую вообще добро, я добрый человек. Бабушка, бери, вот 50, вот тебе 5000, бабуль, держи, не стесняйся, все. Давайте подписывайтесь на мой инстаграм, если будет, типа, 10 тысяч подписчиков, мы еще 50 бабок порадуем. Че, Тима, а ты как, 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 блядь, как, как... Короче, про благотворительность можно говорить очень долго, но к чему привел мой твит? Мне скинули видео Никиты Лола. В первую очередь я охуел вообще, что Никита Лол жив. Во-вторых, я посмотрел это видео, потому что мне, ну, давно не было так интересно. Я бы мог сейчас бесконечно его цитировать, там есть интересные фрагменты, такие достаточно пикантные. И я в прошлый раз сделала точно так же, если я сделала в детский дом, и от меня отъебались. Но сейчас это нужно сделать прям по-крупному, прям сесть и просто разрыдаться, блядь, как скотина, как сволочь. Но давайте будем действовать как все-таки более-менее конституционный суд. Мы не будем использовать доказательства, полученные путем шпионажа, сливов. Я считаю, что это все-таки немного неправильно. Да, конечно, то, что инстасамка кинула Никиту Лола и не заплатила ему зарплату 100 тысяч там в месяц, это неправильно. Но с другой стороны, Никита Лол получал 100 тысяч в месяц. Никто не охуел. Вот все смотрели это видео и никто не подумал. Никита Лол, лицо паблика, злой школьник, который стримил, как он срет и снял свою какашку, которую он высрал. Этот человек получал 100 тысяч в месяц. Меня, блядь, одного это смутило. Да, опиздение. Конечно, ему обидно было, что ему не заплатили. Но с другой стороны, кто платил Никите Лолу 100 тысяч рублей в месяц за его, блядь, идею? Вы видели ролики, блядь, Никиты Лола? Ну понятно, но кидать, неважно. То есть, как бы, даже если ваш кореш Никита Лола, кидать его все равно нельзя. То есть, это само собой. Но там очень много грязи, какого-то такого личного белья, какое-то видео, где эта телка сосет своему парню инстасамкой. Ну, типа, я вообще, йоу, не круто. Где обсуждаются употребления запрещенных веществ, это какая-то уже черная грязь. Мы такое разбирать не будем. Давайте просто подумаем, что говорит сама инстасамка. То есть, она говорит, мне похуй, что вы обо мне думаете. Мне вообще похуй, мне поебать. Я такую позицию уважаю. Мне, например, похуй. Ну, как бы, не похуй, конечно. Вы самые лучшие, мои подписчики. Вы, благодаря вам, я добился всего, чего я добился. Но вы поняли, на самом деле, похуй. Но, дело в том, что она это просто выводит на какую-то фантазию. Она говорит, не похуй, что все равно будет хуесосить. И потом начинает перечислять. Я помогаю родителям. Моя мать, у нее тяжелая работа, я устроил ее нормальную работу. Я помогаю брату и сестре. А кто, блядь, не помогает? Вот я знаю миллион блогеров, даже самые подонки, даже самые конченые хуесосы. Даже вот у которых образы вообще нигилистов. Все помогают, блядь, родителям и семье. Все. Я вот, вот покажите одного, может, я поверю. Это, это вообще, разве это повод хвастаться этим? Серьезно? То есть, блядь, говорить, мне похуй, что вы думаете. Кстати, я помогаю родителям. Ты че, ебанутая, что ли, блядь? И ведь находятся десятки тысяч пиздолизов, которые просто готовы оправдывать ее, несмотря ни на что. Я, окей, я не против пиздолизов. Когда объект вашего пиздострадания хотя бы делает вид, что вы не безразличны. Типа, показывает сердечко. А-тя-тя, а-тя-тя. Как Карина, стримерща. Или, ну, хотя бы обращается с вами, как с людьми. Ну вы только послушайте, что несет эта тупая сука. Есть, короче, два типа людей, которые такие, типа, мышки говорят. Ой, ну деньги не главное, ну слушай, ну так себя вести нельзя. А есть те, которые говорят, что, типа, это показуха все. И что и у тех, и у других, короче, этих денег нет. И не будет никогда. То, что мозга у них тоже нет, чтобы их заработать. Господи, помилуй. Ладно бы она понимала, что она тупая пизда, но вот даже этим делением. Нет, Даша, есть еще третий тип людей. У них нет, блядь, мозга и есть деньги. Это ты. Тупые люди сосут хуй, а умные применяют информацию в нужное русло. Я подала документы в колледж, но я забила хуй. Я туда и там даже не была ни разу. Ты одним, блядь, своим существованием опровергаешь вообще всю систему образования, блядь. Она не только в России, кто-то скажет, ха-ха-ха, врачки. Нет, вообще в мире у нее есть деньги. Вы послушайте, что она говорит. У нее есть бабки, а у вас нет. Да у меня нет бабок столько, сколько у нее. У нее они есть. Нахуй надо. Я прям готов. Вот я все книжки сейчас, блядь, возьму, подожгу. Они нам нахуй не нужны, потому что, блядь, сука, я... Простите меня, мне просто... Я... Я просто, блядь, не понимаю, как она может считать себя умной. Я... Я... Не... Ну... Правда, ну... Обычно люди, которые считают себя умными, они хотя бы вот... Ну, бросаются названием последней книжки, которую они прочитали. Вот это самое такое... Похуй! Они прочитали единственную книжку за год, а то и за пять лет. Хоть за жизнь, но они ее, блядь, прочитали. Но здесь это вообще ни на чем не основано. Но она живет, она успешна. Людям похуй на сливы Никиты Лола, на то, что она говорит, как она себе противоречит. У нее защитников больше, чем у меня. Я думаю, тут дизлайков будет, блядь, больше, чем лайков. Просто люди будут писать, ты завидуешь. Да, я завидую. Я завидую, что кто-то может делать вообще что угодно. Творить полную хуйню, говорить какую-то ебалу. И дело здесь, вот кто-то скажет, постановочное ограбление. Постановочная авария. Ну, это такие невинные шалости, чуваки. Типа, это еще и... Я умирал, например, постановочно в свое время. Не Федов Мэдисон еще помнит, они это зафорсили. Без моего, кстати, согласия, но тем не менее я умирал. Это типа, это как невинная шалость, пока это невинная шалость. Так и презрительное отношение к аудитории, это как подъеб. То есть, ну, я не знаю, Энди Кауфман занимался чем-то таким. То есть, он мог нахамить, вылить там стакан с водой на кого-то. Но это было в рамках какого-то перфоманса, в рамках шутки. Здесь же полная уверенность в том, что она и ее парень делают что-то пиздец гениальное. Вот они постоянно везде повторяют. Блядь, на... Мы гении, потому что на альбоме типа 4 миллиона 300 тысяч прослушиваний. Ну, то есть, примерно как на трех выпусках Майнкрафта Юлика. Но я не помню, чтобы Юлик сидел и вот на полном серьезе пиздел. Я? Я гений. У меня на Майнкрафте, блядь, 4 миллиона... Я гений, да? Вы все, блядь, тупые, я умный. Причем она, она даже в ПТУ не ходила. Не то, что ее выгнали, она просто не пошла в ПТУ. У вас, у вас, у вас даже нет знакомых, которых выгнали из ПТУ. Все закончили ПТУ. А у кого-нибудь есть знакомая, которая поступила в ПТУ и просто не пошла туда? И пиздец, она говорит, я умная, я умею извлекать извлек... Да ты соска, блядь. Ты путаешь, это не умная, это соска, это... Блядь, ходить, вот у нее... Видели, вот такая... Я даже не знаю, как это показать, блядь. Она просто завернута, блядь, в полотенце, блядь, ходит. У нее соски просвечивают, и она такая... Я благодаря своему уму всего добилась. Ты ебанутая, что ли? Вот никаких бы претензий не было, если бы вам просто такая... Я симпот... Но она и не особо симпотная, будем честны. Но просто я одеваюсь шлюховато, людям это нравится, они на меня дрочат. Вообще бы вопросов не было. Но она вместе со своим ебарем... Аааа, ее ебарь, господи, вот в тот момент... Когда я думал, что уже хуже ничего не будет. Когда я посмотрел вот эти каменные лица Сардарова, где я была инстасамком, ее позвали на следующее шоу Сардарова, куда она пришла со своим парнем. И если в случае инстасамки я еще могу найти с трудом, с большим трудом, но я беспринципный наемник, если бы я должен был быть адвокатом дьявола, я бы сказал, все-таки она добилась. То есть, все-таки она, она не просто соснула кому-то, не попала там в группу Серебро к Фадееву. То есть, все-таки она, вот пусть она такая вот, ну, ну она... Но ее парень... Они друг друга стоят. Вот это перевел в гугле, просто с***зил формат запада, для меня это не идея. Почему я говно? Да, ух ты сказал. А, потому что я не считаю то, что типа воровство это круто. Ты сам делаешь? Я перебиваю битвы. Перебиваешь? Ты смотри, ты говоришь то, что он копирует с Америки, а ты перебиваешь биты. То есть, вы взяли бит какой-нибудь, и она пела ее и перебила. И на ее альбоме сейчас 4 миллиона 300 тысяч прослушивание. Это идеальная пара! Вы видите, вот у вас нет столько общего, не то, что со своей девушкой, со своей матерью, блядь, у вас нет, сколько у них. Они прям... Вы видели эту хуйню? И я перебиваю, чтобы вы поняли. Мы тоже перебиваем биты, когда нужно сделать пародию и не хочется, чтобы заклеймиться. Ну, типа, по закону о плагиате 5 нот последовательности. Если повторить этот плагиат, поэтому у нас, если вот вы слышите немного измененные, это не мы лажаем. Это, это чтобы не попасть. Ну, то есть, это по сути воровство, но, блядь, я же не говорю при этом, что я такой ненавижу, когда кто-то там батю в здании перебивает. Этот чувак, Олег, говорит, я ненавижу Яна Гордиенко за то, что он ворует идеи Запада. Хотя он их, по сути, адаптирует. Каюсь, сам грешил таким. И при этом он сам, блядь, перебивает биты. Говорит, мы делаем музыку. 4 миллиона. Ты просто берешь, сука, и мало-то он не перебивает известные биты. Как я, например, делаю. Ну, типа, понятно, что Висис Америка, Висис Россия, блядь, никто не пытался скрыть. И когда в Озоне играет Eye of the Tiger, блядь, все понимают, что это Eye of the Tiger, просто не хочется монетизации лишаться, поэтому это немного другое. Но они просто воруют у малоизвестных каких- и он прям хвастается этим. Говорит, это я пижу малоизвестных, блядь, исполнителей. И делаю, блядь. И он говорит, блядь, Ян Гордиенко хуесос, потому что идея... Да ты сам хуесос! Блядь, я просто охуеваю. Вот этот чувак, это конч за 500, самый натуральный, блядь, это... И он ебет им самку! Вот это самое... Вы можете себе представить, насколько ёбнутый мир? Насколько... Какой бы она ни была, а пусть у неё там нос пятачком, и она, блядь, не всем нравится шлюховаты. Но вы видели этого, блядь, чувака! Вы только посмотрите! Серьёзно! Вы только посмотрите на этого парня! Он же, блядь, недоразвитый! Не в плане, что он, блядь, ну, какой-то там у него психический диагноз или отклонение, нет! Он просто перестал развиваться, блядь, давным! Блин, сука, давно! Блядь, какой-то долбоёк! С ума... Если верить сливам Никиты Лола, то этот человек, который купил на гидре фальшивых денег и пошёл в какой-то, блядь, рестор, купил там айфон, и его, блядь, теперь на условку поставили. Если даже предположить, что это правда, ну, блядь, я просто... Мне друзья рассказывали, я, конечно, никогда на таких сайтах не был, но там, блядь, написано, что нельзя это, блядь, в официальных каких-то хунях эти бабки написано, наёбывайте бабок там на улицах с семками, блядь! То есть, насколько надо быть тупым, чтобы пренебречь предостережением, которое тебе дают люди, продающие тебе фальшивые деньги и попасть на условку. Это... Это такой уровень тупости. Он запределен для меня. Это как... Я не... Я просто представить такого не могу. Типа, блядь, ты, я не знаю, покупаешь, блядь, я не знаю, пушку, блядь, у какого-нибудь чувака, типа, чёрный рынок, знаете, там, эта сумка, и тебе говорят, типа, только не поли, там, это ты такой, пойду продам её в переходе на Невский проспект. Я дебил. Я... Ну, это опять-таки домыслы Никиты Лола, но есть не домыслы. Во-первых, его гениальные войны, которые он снимает лучше всех, спизжены из западного ТикТока. Я по ТикТоку не эксперт, поэтому передам слово приятному Ильдару. В чём твоя особенность? Чем ты лучше их? А, мой контент, он крутой. Я видел точно такой же видос в ТикТоке западном. Потому что меня злит, блядь, что я делаю охуенно, а у меня не, блядь, не 10 миллионов. Во-вторых, он очень любит своих родителей, это его величайшая заслуга, так же, как и его женщина. Просто посмотрите, он от них без ума. Когда мне было 17 лет, я купил в России здесь родителям дом с первой зарплатой с контрактом. Молодец, дальше что? А ты закрой свою библию. Я занимался 15 лет футболом и уехал в Америку. Я играл в Орландо Сити на контракте в молодёжке. И я всё проебал. В-третьих, он не пиздит. Он действительно был достаточно успешным футболистом. Это есть в интервью, это есть в показаниях, скажем так, других свидетелей, в таблицах. То есть, это не просто, казалось бы, человек соткан из-за лжи, он должен пиздеть, и никогда он в футбол не играл, но нет. Он действительно был футболистом, он действительно подписал контракт, купил там дом хуём родителям, но важный момент. Он всё это проебал. И как он это проебал? Есть две версии. Первая версия, которая, ну, официальные источники, сливы, всё такое. Он нахамил полицейскому, а в США хамить полицейскому этого мне... За вас никто митинговать не выйдет. Короче, блядь, его сразу выгнали отовсюду, просто за сам факт словесного конфликта, что он навыёбывался. Но, как он говорит, всё это произошло из-за того, что он за два дня до этого вот инцидента ехал мимо церкви, а он очень верующий, он до сих пор ходит на службы. Бог, в моей жизни имеют место быть, и это, типа, то, чем я живу, это одно из самых... то, без чего я просто не могу. Всё. И он ехал, и он, по его словам, это вот можно найти в интервью на канале Пушка. Хоффман, по-моему, там интервьюирует, она так же охуела, как и я, когда он рассказывал. И, типа, вот он подумал в этот момент, типа, ну не может быть, чтобы я был такой успешный из-за Бога. Ну это ж хуйня. И что через два дня всё потерял. То есть, в воображении этого дебила. Это не он проебал всё из-за того, что он, блядь, в Соединённых Штатах начал хамить, блядь, полицейскому при исполнении, а из-за того, что Бог на него разгневался, блядь. Бог! Бог ему отомстил. Вот, вы, вы можете... Это, это проёбанное поколение. Он считает, что на него обиделся, блядь. Бог! И поэтому он в интервью Пушки говорит, он ходит каждое воскресенье с 10-12 на службу. Чувак! Ты немного ли, блядь, на себя берёшь? Что на тебя обиделся Бог? И тебя депортировал из Соединённых Штат? Тебе не кажется, что тебя депортировали, потому что ты долбоёб? И не важно, на кого ты пиздишь, на полицейского или на Яна Гордиенко, ты просто долбоёб, блядь. Я просто, блядь, не понимаю, насколько можно быть кончалыгой. Они сидят, вот, каждое их видео, я посмотрел все эти интервью, они только глубже себя закапывают. Они говорят такие вещи, типа, они из простого народа, но они нихуя не из простого народа. Вы только послушайте, что они говорят о том, как они поднялись типа, из бедности, из низших слоёв. Вот просто, когда их спрашивают, типа, что, знал ли ты бедность? Послушайте, вот это бедность, пиздец, вы охуеете. Я пораньше заканчивал работу, пиздавал через всю Москву, кому-то сходить в душ, там у него родители, он объясняет им ситуацию, вот у Олега сложная ситуация, ты понимаешь, как у меня не по себе было заходить в чужую квартиру ещё к людям с не очень высоким достатком, где там тараканы где-то бегают, да? Когда у меня не было денег, я точно так же выходила не из суммы, а из биржки и думала, что я вообще ебать просто. И меня никто не поздравлял никогда, просто я просыпался и была пачка денег возле кровати и просто я прихожу на кухню и папа такой видел? Я такой, да, видел. Вот так, чуваки, вот так они были на самом дне, они были, они познали всю жизнь, чуваки, они, он ходил, Олег ходил в чужой душ, там были тараканы, это было мерзко, ко мне кандидат наук, кореш мой, ходил в душ, у него горячую воду отключай, а про то, сколько у меня было тараканов, еще Мэдисон в подкастах рассказывал, блядь, надо же, Олег был вынужден, представляете, вот это низ жизни, у него отключили горячую воду, он словно упал на самое дно жизни, ему пришлось идти мыться к другу, и он еще так об этом презрительно говорит, вы представьте, ему дали помыться, пустили его, блядь, ёпта, в какую-то вот, и он такой, это не гигиенично, у них там тараканы, они их там, что, разводят, по-твоему, дебил ты, охуевший, мажор ты, ёбаный, и эта инстасамка, представляете, я и на, выходила не в ЦУМА, а из БЕРЩКИ, подруга, да ты просто, а ты в курсе, что некоторые девушки, они, например, типа, ну, сосуд, чтобы, блядь, кредиты какие-то отбить, в жопу дают, надо же, тут у тебя были времена падения, и я выходила из БЕРЩКИ, она даже не могла придумать, блядь, скажи, из СЕКНД, просто, я не знаю, из чего, я выходила из БЕРЩКИ, я понимаю, как у вас, нищеброды, а я прям представляю, как она стоит, я, я такая же, как вы, когда-то я выходила из БЕРЩКИ, я, я помню до сих пор этот ужас, ааа, БЕРЩКИ, ааа, фу, дядь, фу, сука, около БЕРЩКИ не стоят, чуваки, сколько стоит шмот, они не спрашивают, почем вы, нет, они стоят около ЦУМА, фу, я помню, Я, блядь, в холодном поту Я пережила, я не знаю, самка Я пережила тяжелое время, я ночью просыпаюсь А, Бершка, пакеты Куча шмотеев в Бершке Всего-то там на 10 тысяч рублей, а не на 600 Блядь, просто пиздец Господи, флешбеки Флешбеки, мне нужен психотерапевт Забыть, забыть Бершку, блядь Вы понимаете, насколько это пиздец Похуй, чё там Какие постановы, какой контент Чё они делают Да даже похуй Кинули ли они Никиту Лола Ну кому из вас не похуй на Никиту Лола Объективно, блядь, ну давайте будем честны Но просто Это не точно, я вот, блядь Вроде как помощник депутата Я ничего не хотел запретить до этого момента Я никогда не буду предлагать ничего запретить Потому что это не конституционно Но вот желание Вот это опасно Люди говорят, опасны компьютерные игры Опасны деградирующий контент Меня упрекают за конкурс Рыготины Чувак Чуваки Ребята Девчонки Конкурс Рыготины По сравнению с контентом Инстасамки Это умницы, блядь, и умники По конкурсу Рыготины Можно в МГИМО поступить, блядь Это просто я Формировать у людей У подрастающего поколения, блядь Ёпта, вот Мнение о том, что, блядь Можно просто вот так вот Можно просто забить хуй на всё И, блядь Стать кем-то Это пиздец Вот что нас погубит Не жестокость какая-то в компьютерных играх Не развращение нравов Не какая-то там аморальность А именно то Что люди видят, что можно стать кем-то Будучи никем А зачем им тогда быть кем-то? Для чего? Блядь, она не ходила в ПТУ Да я, я, я не знаю Если бы у меня была дочь Как дочь-то заставить, блядь, пойти учиться? Хоть, хоть куда-то Она скажет Посмотри, папа Инстасамка Она просто на ПТУ забила Вон у неё сколько реклама стоит Вот сколько А что я ей отвечу? Ничего Слава богу, Чалфри Блядь, ёпта Это выдуманная дочь А настоящий я бы охуел Типа, я просто не знаю, как это А таких инстасамок Будет, блядь, всё больше и больше Их, блядь Они как грибы Сейчас начнутся копии Как были копии Ивангая Помните, типа, всяких этих Тео Блейд Или это Один в один Сейчас начнутся копии инстасамок И потом уже Хихоньки-хаконьки Я-то помру, блядь, ёпта Спасибо, блядь, алкоголю Я этого не увижу А как вы жить будете? И люди оправдывают её На полном серьёзе Типа, ёбаный Монитор погас, бля Это мой единственный свет Чтоб вы знали Четыре миллиона подписчиков Лампы нет Просто монитор Дёргаю, чтобы он светил У меня тут открыт блокнот пустой Белый Чтобы светить, блядь, ёпта На весь экран Вот Но я просто, блядь, не понимаю Это убивает мою веру в человечество Я не то, что завидую Но на самом деле я завидую Потому что, типа, это шиза Конченная, блядь Это... В общем, друзья На этом можно заканчивать Я просто поделился с вами Вы знаете, я не часто делаю Такие видосы у меня обычные Реакции, клипы Дегустации Но здесь я просто, блядь, не мог стороной пройти Потому что это пиздец Я... я... Если мир несётся в этом направлении, блядь Остановите его Я выпрыгну и буду парить, блядь А пусть у меня... Пусть у меня глаза лопнут Как бы вспомнить всё, нахуй, чувака Чтобы они бах, нахуй Чем видеть такое? И если вы согласны со мной Не забывайте подписываться на канал А на сегодня всё Всего вам доброго И до новых... Встреч Правду сказал Ну скажи честно Ты наслаждаешься вот этим шумом вокруг тебя Который вечно происходит? Ну, блядь Я иногда задаюсь вопросом Типа, а сколько ещё говна на меня вылится А потом такая Типа, да, ладно Всё, я проглотила это говно